Предлагаю переместиться на варианты с озимой пшеницей. Здесь вы можете видеть снопы двух сортов с двумя вариантами обработки. Здесь у нас обработка на всех вариантах проводилась в фазу флак-лист профилактические. И сейчас у нас 35-й день после обработки. Это два снопа варианта сортом коллега. И там, где было обработано триазолами, мы с вами можем наблюдать очаговое поражение желтой ржавчиной. С таким серьезным распространением до 40-30%. Можете наблюдать. На варианте защиты элатусом мы видим, что у нас наблюдается абсолютно здоровый зеленый лист. Также обратите внимание на его размер под флаг. И даже третий сверху лист, он тут немножко уже порвался, но он тоже продолжает работать на налив колоса. Сорт же зерноградка 11 у нас немного по-другому отреагировал на стресс. Проявление заболеваний здесь не замечено. Но мы видим на варианте обработки стриозолами определенные хлорозы и некрозы. То есть реакцию сорта на стресс-засухи. Этот же сорт, но с обработкой элатусом, показывает нам, что способен нивелировать данный стресс. И лист остается абсолютно зеленым и продолжает работать на наш будущий урожай. Вы можете наблюдать в целом эти растения. Какой вывод можно сделать? Сейчас эти варианты нам говорят о том, что препарат элатус на 35-й день продолжает работать и как фунгицид. И также сохраняет свое физиологическое действие, помогая растениям нивелировать стресс. Продолжение следует...